итак девятая серия москва тюмень и продолжаем движение от агрыза так сразу постараюсь ответить на некоторые сообщения так александр седьмой до огрыза от я лавыги валентин ехал не по семерке а параллельно ей значит в комментариях к этому участку я выделил специально что валентин ехал по семерке m7 по семерке m7 но она еще несет дополнительное название как написано вот на карте волга безякина безяки волга безяки трасса m7 они идут параллельно на небольшом удалении друг от друга так что тут никакой ошибки в комментариях нет я же что беру с карты не могу прочитать название логина браво косак я уже давно заметил что казаков это не то логин блонский богдана надо что то делать с музыкальной озвучкой видео просто клад а вот музыка могла бы сделать его бомбой сами тоже дорожник наркоман очарованность пространством понимаю много прошел по дорогам спасибо удачи до встречи не знаю я вот уже сколько мучаюсь никак не могу найти золотую середину между аудиокомментарием и музыкальным сопровождением использовать авторскую авторскую музыку песни тоже сразу начинает сердиться youtube предупреждение поэтому пока вот ничего придумать такого универсального не могу так александр седьмой пишет видео дорог россии мы с вами общались в контакте с трассы непосредственно и как раз обратно ехал это было ночью со среды на 4 с 21 на 22 ноября вот была попытка организовать какой-то онлайн трансляцию но к сожалению попытка была неудачная потому что на трассе не было интернета и были огромные белые окна связи просто элементарной связи не было ну будем думать может быть удастся что-нибудь сообразить как-то наладить прямой прямую трансляцию с трассы ну во первых на мой взгляд это как-то стим не то чтобы стимулирует а держит в тонусе водителя на трассе это очень важно вот поддерживать такую онлайн трансляцию онлайн связь и информация о трассе идёт непосредственно ну и повторю что для тонуса самого водителя потому что находясь в движении там 8 10 12 часов невольно организм устает и как допинг это вот прямое живое общение в интернете но опять таки повторю что вся беда это в отсутствие интернета как такового на трассе ну тут еще есть другие сообщения но они несут узкий характер информационный ну а далее думаю слушайте аудио из салона автомобиля а 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 пост ДПС контроль скорости. Ограничение 50. 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 Пермский край Сначала Там что-то и углы А? Уют что-то В смысле того, что Нет Здесь убьется, в севере Ааа Внутри Внутри Можете и это Волгом Перешил не войти Не дошла до него, да? Не дошла война Алло 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 Женя Алло Да, да, приятно, приятно Да нормально Ежек все проехал Вот он до Перми километров 250 может Впереди Мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 70 Ага Понятно Слушай, а этот В Москве сейчас сколько? Два часа? Слушай, ну мне кажется Реально достичь того, о чем мы вчера говорили Если вот сейчас, ну там Передохнуть какое-то время и продолжить Мне кажется это вполне реально Ну да Ну да, 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 да Согласен Ну это хорошо Слушай, ты прочитал от меня там сообщение в WhatsApp? Согласен Согласен Да Согласен Ну Ну этот Ренат сможет это сделать? Или это как-то в общем доступе В интернете есть? Да Ну может просто подскажут как это сделать Где это сделать Ну вот Уточни пожалуйста У меня просто в этом телефоне то нет Этого чата Ну или ему Да Надо мне одного человека Достать А я тебе рассказывал, да? Да Не, не, не Ты чё Хотя в принципе можно и его попробовать Но это мало вероятно Нет, это бесполезно Я тут на днях получил письмо на их почту И то что у них Ну они машину заложили От БТС В очередной раз Да Сейчас они ездят на Пишу 308 Ну, я так понимаю, это типа хэтчбаби, наверное, какого-то. Ну, нет, а там год тоже что-то указано, типа 9 или 11, я точно не помню. Какой-то вообще лохматинки немного. Вот, а про мизь мне другого нужно узнать, как сапарк его, узнать фамилию, имя, если там это указывается, хотя не фамилию там, наверно, не указывается, ну, в общем, ему нужно предоставить информацию. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Да, хорошо. Да, хорошо. Да. 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 КОНЕЦ 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 Почти проехали с Завъилого. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Практически обошли Ежевск по объездной с правой стороны, чтобы не терять время на светофорах в городе. Полотно дороги по большей степени хорошее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вышли на трассу Ежевск-Воткинск. Впереди плохая дорога. Ограничение 20. Дорога 94Р-1. Продолжение следует... 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 Это... Это... Это где? В каком районе? В 6 Может, он уже проехал А? Может, проехал Я думаю, он может быть День 5 и 6 Вынесен где-нибудь Ага Понятно, слушай, а этот В Москве сейчас сколько-то? 2 часа? Слушай, ну мне кажется Реально достичь того О чем мы вчера говорили Если он сейчас Передохнуть какое-то время и продолжить Мне кажется, это вполне реально Ага Хотя не халилей Наверное указывается, но вообще Нужно подоставить Хорошо Слушай, да ты ответил В Москве сейчас 2 часа Или меньше Ага Я понял, ну хорошо Хорошо Впереди мобильный пост ДПС Контроля разметки Ограничение 90 Хорошо Давай Впереди мобильный пост ДПС Впереди мобильный пост ДПС Впереди мобильный пост Впереди мобильный пост ДПС Впереди мобильный пост ДПС Впереди мобильный пост С левой стороны Русло реки по Зиме Ну, впереди будет мост Через эту небольшую речку движение по трассе Ижевск-Воткинск 94Р-1. Да я за... Саша, скажи пожалуйста, а у вас где область находится? А, область. Ну, в принципе, не особо да и где-то, я там частенько бываю. Поэтому мне вот уже буквально вот у тебя человек должен встретиться, я вернусь. А это как раз вот он находится в районе Ильинского проспекта. Да, конечно. Но предложение... Ага. 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 Я понял. Ну, в принципе, да. Ну, ну да, да. Вот. Ну... Да, давай вас предупредить. Ага. Ага. Всё, договорились. Давай до встречи. Ну, Ага. Трирекс. Продолжение следует... 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 В общем, просто никак не произвелся видами нашего города Ну, в принципе, было, сколько там? Достаточно, что вдохновило Селение Потом В леске Изучал по ленте историю Нернозаводский город есть Как еще? Нернозаводский 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 Один тоже в Пермском крае В Пермском крае Это по северке Берли В годы войны Великий Одесский Выпускали каски Но в них там Вот в той стороне Вот лишь в Пушкинке И, короче, это Вот Девяносто процентов Девяносто процентов Газа Великий отечественной продукции Любов всего Вот только в нашей Один-двадцать Да Вроде бы Вся В России И вот Девяносто процентов Девяносто процентов И сейчас Протон Потом Еще Девяносто 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 В составляющей Да Пермский край Виноват Да Что последние Работы Я так и думал Многие так говорят Ха-ха-ха Не-не-не-не посмотрели А я скажу, что нет Не, ну если они там составляющие Да там ничего разбираться с этим не прошло Из-за чего именно Если бы здесь работало А как? А здесь смогут ли вообще Если бы Мы должны по идее забраться Из-за чего Так, вот есть какая-то это В общем, какое-то кафе Что-то такое Заехать? Значит, на дороге пока еще терпят А, терпят еще? Да Ой Все, подальше Поехали 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 И, кстати, вот Может быть даже Я не знаю, где что Поехали Да Вот смотри Бернский край Да? Болтайский край Какие Красноярский край Красноярский Красноярский Красноярский, по-моему Красноярский, да Московская область Московская область Отличная область То есть Ну, понял Вот смотри Вот есть Гимн, да? Бернский край Бернский край А Московская область Есть? Да Думаю, тут должен, скорее всего Если даже Москвы есть Если Москвы есть, то и Московская область Москвы, понятно Да не, Московская область тоже должен быть Там и герб, и Флаг, и гимн должен быть Ну, насчет гимна Ну, не знаю, надо закупить Не знаю Ну, я знаю, про Московскую область Что у них есть Что у них нет Я знаю, что у них губернатор Плохой Сюда заехать А тут ничего нету А тут туалет нужен был А? Магазин Ну, паромы, а эти Теплоходы, да Теплоходы такие Да Грузовики-то, рефлюжераторы Знаю, да Там люди Или две Души Забораживали Но он медленный Людям-то надо побыстрее Вот Смотри, смотри Вот поезд, да Допустим, на Сантрольске И допереди Перегон поезда Сколько стоит Тут состава Одного хотя 60 в год Сколько надо Интересно Что жрать Сколько надо Не, ну я этим же тоже доставляю. Ну, допустим, я недавно задавался вопросом поставок из Испании оливок, оливкового масла и консерв. И вот как раз именно просчитывал, просчитывал эту информацию. Все эти транспорты, да? Ну, я больше к этому склонялся, потому что там было проще загрузить на корабль в Испании, а доставка в Питер. То есть до Питера это по, ну, не по рому, а как он, кораблем, вот, а оттуда уже, ну, наверное, этим. Во всем мире считаю транспорт самый дешевый отрезок, это, с монтировки. И почему-то вот его не тают. Нас отобрали практически только 60% перевозок наших ЖД транспортов. Ну, а вот то, что надо отобрать, ну, вот, давние. Потому что он был логатичный. Вот. Вы сезонный, вот, типа, зимой. И вот такие вот. А, а что? Что они пьют за 4 месяца? Ну, мне кажется, морской-то еще сильно рискованный, не кажется так, там, если уже затонет, то все, уже не спасти. Нет. Именно товар, я имею ввиду. Нет, нет, нет. Морской транспорт тоже самый, как и, это, он, безопасный, в плане того, что, ну, его потопить трудно. Вот. Это представляет то, что это, вообще, поскольку теплоход хочет вот утопить. Он живучий. Две третий. Теплоход, ну, ты знаешь себе, полборн, да? Просто обычный полборн. Раздели на 3 части. Две третий. Одна все равно будет держать. Да. Тоже самое. Это, из начальной постройки, вообще, вот, любой, как-нибудь сам, водоплавающий обед построен, даже лодка. С таким причином, что две трети затопить, а одна трети удержать воду. Ну, не знаю. Сейчас бы я не стал этого делать. Где-нибудь баллон, уж как. Алло. Тут связь пропадает, блин. Да, просто чепуху такое. Ну, накручивай себя. Алло. Что это, то связь вообще без связи никакой. Я слышу, но... Ладно, ты это попозже перезвонил. Ну, я думаю, я бы выждал еще один-два, а потом видно будет. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. И справедливости в крайности. Нас хотели это... Из-за чего? Даже... Вот целый... И чё? Ой... Вот ты чё несешь такое актерею? Он же там занимался переводом в таком времени. Да плевать! Он из 80-х. Да, там чё-то люди, по-моему, жаловаться начали. Чё-то у них, я не знаю, у кого... Со скотом проблемы, да? А почему-то вытолкали что-то. А почему-то вытолкали что-то. Когда в шесть-пять, в шесть начинают результаты группы по местам. Когда их доказывают, что вы не развернули. А их, допустим, в шесть-пять. А в три часа мы начали. Конечно, мы не приказываем. Да. Ну, кстати, вот, по-моему, Волгоград. Я чё-то слышал недавно. Проводили референдум. Переводить или не переводить. И решили переводить. По-моему, я вот не знаю, минус, плюс. Ну, минус один, скорее всего. Собираются переводить. Приняли решение жителя. Ну, минус один, скорее всего. Волгоград. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...